Короче говоря, в жизни Хэппи Фрэша было фиг знать какое время, я только знал, что сейчас утро. Я встал со своей кроватки и сундучка, и ко мне подошёл участковый. Я подошёл к нему, он подошёл ко мне, и я спросил, сколько сейчас время, и он ответил мне. Ты же дурный. Но я спросил, зачем он пришёл, а он сказал, что просто погостить. Я пошёл, достал ему кофе, дал ему кофе. Он обрадовался и захотел ещё, но я сказал, чтобы он дал 100 рублей. Он сказал, что я обнаглел и ушёл. Я смирился с этим, что от меня все уходят. У Ярика уже была своя девушка. Я был удивлён, но я понимал, что так долго продолжаться не может, и поехал веселиться. Я сел на свою крутую машину и поехал. И я поехал к своему другу. Я долго думал, как приехать, с пустыми руками, либо же с пончиком. И подумал, что он поймёт, что у меня сложная ситуация по деньгам, и простит меня. Но перед тем, как поехать к другу, я хотел поехать куда-то потусить. И увидел вертолёт мента. Он пробитал мимо меня, и я подал сигнал. Он повернул моё направление и стал лететь ко мне. Он приземлился, и с него встал мой участковый. Я удивился. Я был в полном шоке. Он посмотрел на меня. Он посмотрел на меня и предложил потусить. Я, как всегда, согласился. И, походу, я нашёл себе друга мента. Это было круто. Ведь теперь хоть где-то у меня есть связи. Друг мент предложил потусить у него на хате. И я без спроса согласился. И сел в его вертолёт. Мы полетели. И потом мы пришли, наконец-то, к ему на хату. Мы вошли. В доме было очень красиво. Но всё-таки это друг мент. Я пришёл. Он ударил меня. За то, что я не вытер ноги. Я извинился. Но всё... Ай, больно в ноге! Да. Я сел за стульчик. А он сел за телевизор. Он смотрел в телевизор. А я смотрел на стенку. Стенка, конечно, была красивая. Но я всё равно хотелось выйти посмотреть телевизор. Я встал. В телевизоре сейчас показывали какую-то скучную передачу. И я предложил сделать что-то вкусное. Он согласился. И мы пошли заваривать доширак. Мы варили доширак. Одна минута. Три минуты. Пять минут. Доширак уже вроде заварился. Мы взяли доширак и пошли на стол. Он упал. Я не понял, почему он упал. Но мне как-то было всё равно. Мы ели доширак. Он был вкусный. Но не полезный. И, наконец, мы съели весь доширак. И он прилично выгнал меня. Я удивлён. Это поступок недружеский. Но мне было пофиг. И тут я понял, что нет моей машины. И как я пойду домой. Но потом я вспомнил старый детовский метод. Лечь спать под кустом. И я лёг спать. Было уже утро. Я проснулся. Было очень хорошее утро. Но всё-таки я не забыл, что хотел поехать к другу. Потусить. Или же просто куда-то поехать. Так я понял, что у меня появилась главная проблема. Найти машину. Или же взломать. Но я понял, где здесь куча машин. Побежал на то место. Когда я пробежал, я увидел машину. И мне повезло. Я начал хитро-мудрыми способами взломывать машину. Я сел в машину. И я поехал. Я ехал к другу. И я почти приехал. Я уже почти приехал. И ощущал, какая у нас будет крутая туса. Я вышел из машины. И я увидел, как этот участковый ломился к этому человеку. Я взял. Отбил ему лицо. Он упал. Я отбил ему лицо, как старый добрый рюйна. Помню, как мы с Яриком обнимали этого копа в лицо. И сбрасывали воду. Благом, хорошо, что он ничего не помнит. Я видел, как он уползает. Но я увидел, как он взял бесклет. И быстро побежал к другу. Он открыл дверь. Я вошел к нему домой. Но я увидел его. Мы поздоровались. Он был хорошим человеком. Ну, почти. Мы с ним прошли на кухню. Здесь вкусно пахло. Походу, он хорошо готовит. Он приготовил борщ. И мы с ним покушали борщ. Он был вкусный. Но все-таки у меня смущало, что он такой хороший. Все друзья обычно что-то делают плохое. Но потом я увидел в окне своего друга участкового. Он наблюдал за нами. Мы внимательно посмотрели на него. И он упал. Вот как это называется. Сила мысли. И он обратно полез. И упал. Нам было пофиг. И мы пошли. Здесь был телевизор. Но на нем опять показывали новость. Притом неинтересный. Я побыл у друга. Я побыл у друга 10 минут. И мне немного надоело. Мы попрощались. И я ушел. Сел за свою машину. И хотел было ехать в свой гаражик. Но я увидел этого участкового. Он как раз бежал за мной. И я уехал. Я ехал быстро. Быстрее, чем гонщики. Ну, практически. И я поехал на свой гаражик. Как вдруг позвонил мне Ярик. И сказал, что они с девушкой в Египте. Вот же бывают богатые люди. И я приехал в свой крутой гаражик. В котором нет тараканов. Я припарковал идеально свою машину. И пошел спать в свой сундучок. Но потом вспомнил, что у меня много незаконченных дел. Потом, как я уже хотел идти по делам. Я развернулся и увидел участкового. Который следил за мной. Я опять подошел к нему. И спросил, почему он следит за мной. Он мне ответил, что хочет погулять со мной. Я был не против. Но сначала я хотел отложить у него денег. Он сначала с радостью согласился. И потом он мне дал деньги. Я взял их. Павел благодарил его. И выгнал своей квартиры. Он ушел. Но под конец остановился. То его выгнали из ментов. Мне было пофиг, поэтому я его выгнал. И он ушел. Я ушел по своим делам. Он теперь знал, что у меня есть деньги. Я был рад. Даже дух садихача был рад. Я пошел взял свое старое оружие. Я увидел этого мента. Я подошел к нему поближе. И услышал, как он хотел себя скинуть. Я хотел полететь. И он скинулся. Мне было грустно. Я ему еще не отдал долг. Но это даже плюс мне. Я нашел его старый вертолет. И я его начал хакать. Но потом я понял, что это не китайская система. И я хакнуть этот вертолет не могу. Конечно, было грустно. Но я пошел по своим делам. Я хорошо прогуливался. Но скоро был вечер. Но мне было все равно. Так как я и шел в пончиковую. И мне всегда рады в пончиковой. Я зашел в пончиковую. Мне дали бесплатный пончик. Я сел за стул. И немного загрустил. Так как я помнил, как мы с Яриком грабили эту пончиковую. Но теперь Ярика уже нет. Он сейчас в Египте. Но он скоро приедет. Я посмотрел в окно. И увидел этого участкового. Но потом я закрыл глаза. И его уже не было. Мне уже этот участковый мерещится. Надо сходить к психиатру. Я вышел с пончиковой. Сожрал мой халявный пончик. Было вкусно. Я пришел на заправочную. Вспомнил, как здесь Ярик нашел свою девушку. Было обидно. И одиноко. Так как больше не с кем попить газировку. Больше не с кем грабить магазинчики. Конечно, это все было грустно. Но Ярки с Жаней навсегда уехал в Египет. И это радовало. Потом я пошел в новый магазин. Когда я зашел в магазин, я увидел своего друга. Мы с ним опять поздоровались. Он спросил, что я здесь делаю. И потом я спросил, что он здесь делает. И мы так пялились 3 минуты. Но потом я спросил, что это за магазин. Он ответил мне, что это его магазин. Я немного приофигел. Но он гордился. Я спросил, что он здесь продает. Он сказал, что он продает пирожки. По довольно выгодной цене. Я был удивлен. И купил у него парочку. Потом я пошел к себе домой. Но вдруг увидел здесь чью-то машину. Я взломал ее и поехал. Да, я приехал домой. Меня обрадовало то, что у меня есть запасной пирожок. И они были вкусными. И я уже хотел спать. Но потом, когда я лег спать, мне позвонил Ярик. И сказал, что он скоро приедет. Когда я спал, я услышал, что кто-то орет. И бежит ко мне. Ко мне прибежал мой друг. Я спросил, в чем дело. Он сказал, что у меня на канале уже 7 тысяч подписчиков. Я знатно приофигел. И дал ему деньги за эту информацию. Он взял деньги и поблагодарил меня. Я еще раз поблагодарил его. И я радовался, что у меня 7 тысяч. Потом я уже хотел идти. Но я увидел лежащего в моем доме моего друга участкового. Мы с моим другом подошли к нему. Я осмотрел его. Я понял, что он еще жив. Он встал. И начал что-то говорить. Но мы с моим другом ничего не понимали. Потом он ударил электрошокером моего друга. Мы отбили ему лицо. Он упал. И сломал себе ногу. Мы взяли его. И потащили ко мне домой. И потом мой друг отчество, как еврей, попросил оплатить ему лечение. Мы достали ствол. И начали ему угрожать. Он успокоился. И мы дали ему подушку. И приказали лежать здесь. Потом мы ушли. Громко ушли. Очень громко ушли. И под конец красиво ушли. Был уже почти вечер. Мы с моим другом ехали к нему на хату. По радио играл Басков. Мы сразу выключили радио. И облили ее святой водой. И потом мы продолжили ехать. И потом мы продолжили ехать. Потом мы приехали. Зашли в дом. А здесь было по-прежнему красиво. Я посмотрел окно. И опять увидел лежачего мента еврея. Он смотрел на нас. Мы смотрели на него. Искре. Бррр. Безумие. Мы побили стекло. И он наконец-то упал. Потом мы быстро вышли из дома. Сели в машину. Я начал заводить двигатель. Но двигатель что-то не заводился. Прошла минута. Десять минут. Двадцать минут. Наконец-то мы починили двигатель. Мы сели в машину. И поехали ко мне домой. Посмотрели. Как там лежит наш еврей. Мы ехали быстро. Слишком быстро. Когда мы ехали, опять по радио включили Баскова. Но нам было пофиг. Мы уже приехали. Мы быстро заехали. Встали. Бежали. Мы его не видели. Но потом увидели, как он хромает, идет к нам. Мы офигели. Он сказал, что ему стало лучшее. И потом он что-то начал держать. Калаш. И потом сказал, что мы в заложниках. Мы при офигели. Короче говоря, жизнь хэппи фреша. Ставьте лайк, если вы хотите, чтобы нас не убил мент еврей.